Всем привет! У нас небольшая будет болталка о канале и вообще кофеёк-чаёк наливаем, отдыхаем. О чём хочу поговорить или точнее, что вам поделиться, рассказать. Меня сейчас спрашивают, а как заканчивается история авторов истории, которые я озвучу на канале. Совсем, знаете, 50 на 50. Кто-то пишет о том, что как закончилось, кто-то, когда выходит письмо, вообще никак не реагирует. Не то, что говорю спасибо, я этого не жду, в принципе, благодарности, но не всегда совсем какая-то у меня есть ответная реакция. Очень часто девушки даже ничего не пишут, как бы вышло письмо или история, и слава богу. То есть была история, девушка мне... Я не буду рассказывать в деталях, что как, потому что она сейчас занята была, она мне так и не ответила до конца, я давно писала письмо, и не до этого. В общем, была история, когда она выбирала между, помните, встречалась с русским парнем и ехать к турку или нет, вот эта вся история. И вы просто посоветовали, что парень её шантажировал, русский, чтобы не расставалась и так далее. Она хотела просто не к турку ехать, а вообще прогресса, какую-то другую страну и тому подобное. Вот та история закончилась так, что девушка в итоге, почитав ваши комментарии, то есть это ваша заслуга отчасти, она посчитала именно комментарии к тебе опытных, кто уже там пожил. Девчонки так писали, мне там уже столько-то лет, я вот тоже же пожалела, какие-то действия в жизни приняла, перемены и так далее. Да зачем тебе это надо? Да давай, у тебя время есть. В общем, на самом деле, вы своими комментариями помогли ей снять некие страхи свои личные. Она не побоялась, она реально... У неё жизнь повернулась за несколько недель, за парочку. Она рассталась со своим парнем из России, он её так же продолжал, типа, оля шантажировать, угрожать, типа, я с собой что-то сделала, что-то расстаётся, в общем, комфортно, удобно было, да. А она быстренько, она на фрилансе, насколько я помню, вроде была, она, в общем, купила билеты и полетела просто в Турцию пожить для себя просто, короче говоря, по визе. В общем, не знаю, что про отношения с парнем, это я рассказываю, ничего про турка не буду. Ну, в общем, девушка приняла решение, потом написала мне об этом письме, что сначала спасибо большое за письмо, а потом через несколько, буквально неделю уже, а я, короче, всё поменяла свою жизнь вот так за несколько дней и решила, что терять, короче. Я вот, скажу, была в шоке в том плане, что человек так быстро, на самом деле, у этой девушки всё уже внутри было готово. Она готова была к этому, у неё просто были некие страхи, опасения, её не поддерживали там какие-то знакомые, друзья, и она эту поддержку увидела у вас, и я думаю, что она вообще ни разу не жалеет. Она переезжала самостоятельно, с нами снимала квартиру и всё прочее здесь, в Турции, и мы с ней об этом переписывались, я и написала бы правильно, самостоятельно, потому что, скажем так, вступить в отношения, быть от кого-то зависимой, здесь даже от парня турка, неважно, с кем ты там общалась, да, классный, хороший, перспективный, какой-то другой может быть, ты, может, с кем-то другим познакомишься здесь. Скажем так, в зависимости ты всегда успеешь впасть, да, а быть самостоятельной, достойной и самой себя обеспечивать, к этому прийти гораздо тяжелее, поэтому зачем-то терять свою независимость, свою некую свободу, это всегда, скажем так, некие гарантии. Меня очень умиляют комментарии под видео всяких мужиков, ну, наши уже перестали писать, они раньше писали, что там всякие бот, скажу, лангер, чернильницы, всякая, блин, Наташа, вся вот эта хрень, я уже давно это не опубликовываю, эти видео просто удаляю, я их даже публикацию не одобряю на канале под видео, потому что, блин, ну это ничего не нового, я уже 10 лет все выслушиваю, но бывает, что мне пишут иногда турки, и после публикации письма, не буду говорить, что кого, эта вся история анонимно так осталась, я не спрашивала разрешению человека об этом рассказывать, кому надо будет регулярно смотреть мои видео, сами догадайтесь, что у кого это было. В общем, те мужики, которые бабники, у которых не одна, там всяких сайтов знакомств и так далее, знакомятся как-то, да, о которых всякие есть, знаете, истории уже, женщины в соцсетях встречаются, в группах наших русскоязычных, а-ля такой черный список таких мужиков, у них уже рыльца в пушку, у них уже есть, скажем так, своя некая слава, уже встречаются случайно в интернете, в соцсетях бабы, которых они разводили на что-то, точнее, обещали отношения, они ничего не разводят на деньги, я имею в виду, это не аферисты, ну, обманывает на любовь, на самом деле, с одной покрутит, с другой это и обещает, с пятой переписывается и так далее. И у меня была история, что когда была озвучена история о таком чуваке, и в комментариях под видео начали писать другие, слушайте, похож на такого-то, я такого-то знаю, а я с таким там в фейсбуке переписываюсь, а я такого-то там видела, я с ним летом познакомилась, то есть несколько человек написали, что они этого чувака, скорее всего, знают, очень похож по описанию, там, по имени и так далее. И я не знаю, как, и одна из, вот эта история, вот, из женщин, ну, я не знаю, я не хочу оценивать, но она, скажем, дурочка, короче говоря, которая, видимо, которая еще в него влюблена, и верит, что это все вранье, и бабы просто нечаянно всплыли в интернете, которые его тоже знают, а она, та самая на коне, короче, выбрал он ее, она ему эту историю, смотря, она также является подписчицей канала, моего, она скинула ему, потому что я не вижу другого смысла, как бы понятия, как бы он мог об этом вообще знать, не зная русский язык, она ему, видимо, одна из его женщин, которая в него влюблена еще, и думает, что он не врун, не лжец, отправила ссылку на мое видео, и таким образом он, это же можно с переводчиком посмотреть видео, и выслушав вот эту историю, претензия не ко мне, он каким-то образом допер, может быть, он брал на пон всех своих вот этих баб, ухажер этот, и каким-то образом та, которая, он нашел ту, которая его сдала, эту историю, да, и он начал на нее наезжать и угрожать ей, потому что он подаст в суд, на самом деле он там вроде бы, как я поняла, даже в Турции здесь живет, он женат, что она там публично какие-то статьи из закона уголовного отправляла, что это наказуемо в Турции, там счастливое, короче, на самом деле больше на понт ее брал, если у нее есть проблема, я этой девушке, она мне написала, удалите это видео, я его удалила, закрыла, почему я это сделала, мне просто жалко стало, честно говоря, я понимаю, ну, что она ведет с этой ее проблемой, ничего он сделать ей не может, но чтобы человеку спокойнее было, я закрыла, мне это не принципиальная еще история, чтобы меньше проблем было, я ей ответила, что если у него какие-то претензии за распространение публичной информации, то как бы он не тебе должен писать, а мне, если у него есть ко мне вопросы, пожалуйста, моя почта в открытом доступе, пусть он мне пишет, я ему с удовольствием, юридически, грамотно, по-турецки отвечу, где его место и какие законы он нарушает и как он себя ведет, и с точки зрения, в принципе, аипа и позора его поведения, скажем так, еще и со стороны нормальных, адекватных, культурных турецких мужчин скажу, что он, блин, не так делает в своем поведении и позорит свою жену, своих родителей, свою семью. Письма мне никакого не поступало, вот, я думаю, что история-то как-то все-таки стихла на нет, сошла в итоге, но вот, турки вот эти, которые светятся таким образом на канале, и у них это какая-то серийная история, идет, не одна такая девушка есть, а кому мозги путрит, они знают о моем канале, лично мне ничего не пишут, а что ты тут напишешь? Я лишь рупор вещающий и рассказывающий, но вот такие истории есть. Я к вам хочу обратиться, девочки. Какая-то женская солидарность должна быть, да, если вы видите какое-то подозрение на чувака, с которым вы общаетесь, вы не ему ссылку кидайте, в мозг включите, найдите сначала связь, контакт с женщиной, которая эту историю написала. Мне часто приходят вопросы, дайте мне почту автора письма. Я думаю, что я встречаюсь с этим же человеком, это же не один раз, у меня раз пять-шесть такое было. Я у автора письма интересуюсь, можно, вот такая, она если дает добро, я их обмениваю почтами, вот моя функция в этом. Но вы мозг включите, вы зачем мужику своему сливаете? Для меня понятно, это как нежелание, чтобы слетали розовые очки, не хочу разочаровываться. Я сама ему даю почву, что он придумывал, объясняла всякие всякие, съезжал с этой темы, нашел себе оправдание. Я ему ничего не могла предъявить. Ну зачем вы это делаете? Вы этим самым реально себе же не столько хуже делаете. Вы объясняете мой труд, страдания женщины, которая это все решила публично, скажем так, рассказать. Себе лучше вы не делаете, он от этого правдивее, честнее и лучше не станет никогда. Поэтому, ну, чисто, короче, ваши какие-то страхи личные, да, с которыми не хотите сталкиваться. Так что, девочки, если вы ей что-то похожее, пишите не только на моем канале, кто другие истории, всякие зачитывают, вы блогеру сначала напишите, узнаете у человека, выясните, а потом ссылку ему кидайте, предъявляйте, вы сами себе меньше проблем, короче, создадите, чем с таким поведением. Не продумывайте вы свою эмоции, гнев и там еще что-то, шок, пожалуйста, эмоции обуяйте и думайте в этот момент мозгом. Как вам выгоднее в этой ситуации поступить с меньшими потерями для себя. А этот чувак просто в этой ситуации очень удобно устроился, он запугал всех, наезжал, правил вот этим законов условно, не знаешь, а в Турции очень вот это социальное, все эти публичные высказывания, вся история здесь работает, тут легко принимают любые заявления, полиция любит принимать заявления, не всегда их доводят в итоге, да, на наказание, как он, ну, при заявлении зарегистрировать, вообще отвязанно, никому не отказывают. Любой пук, вообще любой свист, заявление будет с печатью синей, все, можно тебя пугать, сколько угодно этим заявлением. И иностранцы, конечно, на это ведутся. И этот чуваку грамотно устроился, всех там, блин, позапукал их, ты позаткнул, остался он при женении разведенный, и дальше крутит шуру-муру с нашими бабами, которые на него ведутся, не спросил человек ни о чем. Короче, дальше, что еще хочу отметить. Бывают случаи, у меня такое было, это было не сейчас, это было зимой, в начале или зимой, осенью, не помню, уже несколько месяцев прошло. Внутренняя такая кухня, я сегодня про канал рассказываю, мне и другим блогерам, в том числе, мы здесь что-то такое экстренное, мы с Катей-то вообще, в принципе, Катей общаемся. Вот, если что-то такое, когда нам одинаково что-то присылают, мы сразу друг к дружке сообщаем, и другие блогеры тоже пишут, я хочу называть него. Думаю, конечно, на эту историю, на такие моменты, мы всегда коммуникацию держим. Так вот, и рассылка была по блогерам, осенью по турецким, кто всякое что-то снимает, чувак разводился с женой турок, и он просил, таким прям себя бедным, несчастным выставлял, жена у него украла детей, вывезла там, не помню, в Украину или в Россию, в Беларусь, короче, через наших кто-то, да, и распространите, расскажите, мне надо придать огласки, надо документы, все это прилагалось, фотки его жены детей, то есть вообще чисто вот, и такое прошение прям было, вы же блогер, там траляляс, тут живете, а как ваше сердце, отец остался без детей, там вот это все есть, такое прям, вот так слеза, страдальчески написано было, я реально, когда читала первый раз, я прям реально, без критики первой, бедный человек, вот жена скотина, уехала, детей забрала, думаю, а он ее пытается хотя бы выцегонить себе встречи с детьми, я такая, окей, так, стоп, паника, мне это вообще такое эмоционально так это откликнулось, думаю, нифига себе, а потом начала думать, черт, а почему суд не назначил какие-то встречи с детьми, и нет вот этого постановления по разводу, значит, папа не супер у нас такой хороший, а почему мама должна была забирать своих детей и бежать от него, и не давать ему общаться с детьми, почему мы ее сторону не выслушиваем, и я такая раз такая напряглась, и я сразу там вышла другим блогерам на связь, такая типа, девочка, вам такое приходило? Мне такие, да, он всем под копейку разослал, я не знаю, кто-то снимал или нет, потому что я других блогеров от Турции не смотрю, у меня времени на это, к сожалению, нет, но, может где-то эта история всплывала, или по-любому, по группам всяких, в фейсбуках, в контактах, он все это разослал 100%, хотел этой публичности выставить жену в таком связи, естественно, и он начал меня просто атаковать бомбандир в письмах на почту, ну что вы снимете, а когда, вот мой номер сотый, вот мой ватсап, позвоните, я вам на все вопросы отвечу, если вы мне там что-то не видите, и все такое, я написала, чувак, я не лезу в это, я не смею, обращайся на телевизор, если у тебя есть какие-то проблемы, я вот в этих играх участвовать не собираюсь, у меня вообще вопросы к твоей жене есть, как бы, почему она вынуждена была это сделать, тоже что-то все нечисто, вот такие у нас подпольные подковерные игры бывают, с турками, с этими историями любви турецкими и так далее, если есть какие-то вопросы, пожелания для видео, может какую-то тему затронуть, высказать, пожалуйста, пишите в комментариях, я прислушаюсь, может что-нибудь сниму, потому что вам будет интересно, спасибо за внимание, если вам нужна моя помощь как психолога, в инфобоксе под видео почта моя, пишите на почту, с темой письма, консультация психолога, если хотите историю свою выложить на канал, история анонима, пишите в теме, если вы присылали историю другим каким-то блогерам, то мне прошу ее уже не присылать, чтобы не повторяться, спасибо за внимание, ставьте лайки, скоро увидимся, всем пока!